Хорошо, и я прошу тебя в энергоинформационном поле Земли найти тонкую эфирную энергетическую копию 1991 года, воплощенного на Земле. Один, два, три. Хорошо, и снимаются все маски и голограммы. Один, два, три. Его тонкая копия выходит из биоробота. Один, два, три. И предстает перед тобой в первозданном виде. Да, есть. Хорошо, и бери Павла, и вместе с тонкой копией Павла поднимайся в свою комнату диагностики и будь в ней. Один, два, три. Самый здесь. И мы приветствуем Павла, и интересуемся, готовлю ли Павел к диагностике, доверить ли он нам свое биополе на период сеанса. Да, он доверит. На плечи показывает. Хорошо, и я даю команду, и тонкая копия Павла разбивается на семь фантомов. Один, два, три. Слушай, у него так явно на плече сидит какая-то птица и долбит его. И внизу демоняк. То есть давай их уберем, потому что... И силами его намерения эта птица улетает в клетку-тюрьму и становится ее заложником, и демон улетает в клетку-тюрьму и становится его заложником. Один, два, три. Да, будет так. Атаки есть. Замерли в клетке. Да, они в клетке. Так, хорошо, посмотри на тонкие копии. Ну вот красная прорыта ими. На какое, в какое плечо долбила птица? Получается левая. Вот, как я тебе говорил, левая сторона. Вот ей он в кадр и стоял. Вот она у нее была перебита, перекошенная на фотографии. Так, демон, птица. Хорошо, поехали дальше. Давай начнем с первой чакры. Красная. Один, два, три. Посмотри. Она пробитая, это красная. Снизу, сверху. Полностью. Это демона работы. Переходим к оранжевой чакре. Эмоциональная. Вторая. Один, два, три. Сюда же отдаётся. Переходим к желтой чакре. Живот. Один, два, три. Третья чакра. Пустая. Серость какая-то. Переходим к четвертой чакре. Зеленая. Один, два, три. Зеленая. Неплохая. Полная. Переходим к голосовой чакре. Пятая. Светлый голубой цвет. Один, два, три. Вот эта птица здесь долбила у него. Горло. Голосовая чакра. Да, сама чакра неплохая. Вверх. Вовреждён. Угу. Переходим к третьему глазу. Тёмно-синий цвет. Шестая чакра. Блестит. Что-то сидит. И переходим к седьмой чакре. Фиолетовый цвет. Седьмая. Темечка. Пропитая. Хорошо. Собираем все тонкие тела вместе. Значит, три, один, два, три. И Павел заходит в скэнер. Скэнер на счёт три начинает работать. Я даю программу скэнеру. Скэнер начинает сканировать все семь тонких тел. Находит все присадки, все импланты. Три. Скэнер начинает сканировать все семь тонких тел. У него сидят здесь. Я вижу их. Надо в клетку все. Хорошо. Я даю команду скэнеру моментально отправить по каналам в клетку-тюрьму всех подселенцев и выстроить их перед этими каналами. Один, два, три. Скэнер начинает работать. Пошли. Спрут пошёл. Второй, я не пойму, кто. То ли рептилоид, то ли дракон. По телу. Значит, у нас демон-птица. Спрут. Кто ещё, Вера? Пойму. Или это дракон, или это рептилоид. Он что, мимикрирует? Он закрывается пластиной. О-о-о. Дракон, наверное, рептилоид. И я подхожу. Достаю печать дракона. Один, два, три. Включаю на полную мощность. Один, два, три. Пошёл ярчайший свет. Да, набил эту. Дракон. Выключаю. Дракон, что это было только что? Он скачет, как поджаренный хлеб. Поджаренный. Отлично. И три удара копьём дракону на чистоте. Один, два, три. На его чистоте. Пошли удары. Той, стой. Поздно. Надо было честно поступать. Дракон какой? Красный, синий, Вера? Синий. Одна голова? Одна. Считай цифры над головой. Один, два, три. Восемьсот пять. О, хорошо. Так, кто у нас ещё? Он не агрессивный, это дорогой. Пока не агрессивный, ты там знаешь. Хорошо, дальше. Демон, птица, спрут, синий дракон. Кого-то не хватает в компашке. С яйцами кто-то здесь жил в животе, у него серые вот эти. И ответственность за эти яйца начинает мигать ярко-красная лампочка. Один, два, три. Арахноид спустился. А как он не оттянулся в скэнер? Через скэнер. Вот это меня сейчас интересует. Не был в теле. Он рядом был где-то, да? Он не был в теле. И, значит, три арахноид появляется, проявляется. В клетке термей становится её заложником. Один, два, три. Здесь притянулся. Понял, хорошо. Значит, есть ещё кто-то? Пять каналов, ты сказал, да? Или прочитай, кого ты видишь. Спрут, дракон, арахноид, птица и демон. Пять каналов. Всё верно, абсолютно верно. Хорошо. Так, считай у цифры над головой демона. Один, два, три. Демона двенадцать. Денадцати герцовый. А что это за вот эта сущность, которая там, птица эта? Она органическая или она её, или это суще? Это суще. Она, знаешь, она птица, но у неё голова не птица. То есть у неё есть язык, зубы. Вот так, хорошо. И если... Но крылья. Она как пришла, меня интересует. Есть ли кто ответственный за эту птицу? Демон. Давай демон? Да. А не нижний он. Демон. Здорово. Здорово. А что это за сущность? Что ты привёл? Лярва на голове у него. А что она там долбила на плече у неё? Какой она эмоций? Хоталась. Хоталась выдолбить. А что она хотела выдолбить? Вот эту лярву подкинуть мне хотела. То есть ты её послал, чтобы она достала для тебя лярву, да? Да. Понятно. Хорошо, давай начнём с тебя. Как давно? И дал ей пищу. Ну, дал ей пищу, понятно. Скажи мне, как долго ты сидишь в этом теле? Как ты подселился? Сам пришёл? Или послал? Прихожу, ухожу. Через портал. В доме? Да. Хорошо, Павел, у вас в доме портал, как вы слышали. Иногда остаюсь, иногда выхожу. Ну, понятно, свободно. Лярву проверяю. Ну, такая вкусная лярва, да? Выгоняю других. Сейчас она... Знаешь, кому принадлежит лярва? Отдай ей. А что ты мне дашь? Я уже рассказала. Это... Что ты мне рассказал? Ты мне ничего не рассказала. Я это всё без тебя знаю. Чё, спрашивай? Будут вопросы, спрошу. Пока нет вопросов. Хорошо, переходим к спруту. Ты не ответил на вопрос, как долго ты сидишь и когда ты зашёл? Последние три года захожу, выхожу. Что тебе... Какая энергетика больше всего там нравится? Чем ты питался? Какой вред, скажем так, ты приносил? Лярву подпитывал. Понятно. Как ты её подпитывал? Алкоголем? И это тоже. Скандалами? На нижней вибрации его провоцировал. Понятно. Это вот ты был ответственен за все эти скандалы, которые он настраивал, да? Был ответственный, да. В дожде он ещё говорит, что... Что, ну, вот эти эмоции... Нижняя вибрация. Он как понижал его вибрации и на слова как выводил, что ли, то есть... Он грубил. Да, грубость, матершинные слова, то есть вот такие вещи. Ну, матершинные слова – это музыка в твоих ушах, я понимаю. То есть ты ещё и провоцировал на то, чтобы он матерился и ругался, и скандалил, правильно? А, это ещё пища для лярвы. Да что ж ты так с этой лярвой... Сколько ты можешь ей питаться, вот с этой лярвой, что ты так долго о ней говоришь? Сразу съем. Ну, понятно. И на сколько тебе её хватит? На день-два? На месяц? На год? Ты же ешь каждый день. Это лакомство для меня. Согласен. Ладно, хорошо. У тебя имя есть, демон? Арбон. 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 Редкое имя. Никогда не слышал. Ты первородный или ты был человеком? Я демон. Ну, понятно. Ты же демоном. Ты родился демоном? Конечно. Где? Внизу? Или ты был человеком? Есть люди, которые становятся демонами после жизни на Земле и приходят к вам. Но вы их по-другому называете. О, какая гадость. Согласен. У меня нет никаких проблем тебе отдать эту лярву. Придёт время перед... Я тебе после... Объявляю всем программу на сегодня. Сегодня вы все обнаружены. Будет проводиться реверс. Мы отдадим вам всю тёмную энергетику, которую вы дали Павлу. Заберём у вас все светлые энергии. После этого я дам команду вытащить всё из биополя Павла. Тот, кто что-то оставит, тот получит наказание, так как я буду проверять это всё двумя миллионами герц. Если что-то, например, спрут или арахноид забудет, как они любят это делать, то это всё сгорит двумя миллионами герц. Поэтому я рекомендую всё до последнего яйца, до последней ниточки, паутинки. Я все ваши фишки знаю. Арахноид и спрут. У нас демон, он с тобой разговаривает. Он тебе говорит про... Про кого давай? То, что ты его спросил про первородных и был ли человеком. Он говорит, какая гадость. Получается, что они не там и не там. Строят из себя или святошь, или очень плохих. Иногда их жестокость даже поражает. У нас демоны. Честно говоря, я немножко удивлён. Я думал, у вас чем жёстче, тем считается, в общем-то, культивирование или там выше по рангу. Вот этим я немного удивлён, что вы их... Но я вполне допускаю, что вы их можете не сами, не очень высоко ценить. Потому что это действительно ещё такие, в общем-то... Мы общались с одним бес. Он был бес. Так вот, он был во время Великой Отечественной войны. По-моему, он убил что-то около 150 человек, как он рассказывал. С Австрии был. Вот такой вот у вас там поселён. Но он не был демоном, он был бесом. Поэтому меня интересовало, как ты, в принципе, откуда ты пришёл. Потому что демоны-то бывают разного уровня. Именно, разного уровня. И очень много из нас интеллектуальных. И у них интеллектуальные наказания. Почти как ваше правительство. Ну, наше правительство, я думаю... Если ты понимаешь, о чём я говорю. На 99% ваших руках и вашей власти, тут даже никто не спорит, это ваша работа. И вы её действительно очень хорошо делаете, надо заметить. Потому что хорошие люди не попадают в наших понятиях на такие позиции. А всем остальным помогают и космические, и тёмные. Я больше чем уверен, что в каждом президенте есть ваш представитель. Материальная жизнь на Земле довела до этого. Ну, это же... Это же всего каких-то 60-70-80 лет. И вечность после этого находиться в вашем мире. Это цена... Как вы говорите, один раз, но хорошо прожить. Один раз живём. А это мы говорим, или это ваша пословица? Вот это мне интересно. Это не вы подкинули людям такое? Прожить так один раз, но хорошо. Потому что очень много самоубийств случается именно по этой причине. Когда люди там хотят ярко сгореть за один день. Или за какой-то там кик, или за какую-то там славу в интернете. Или за какие-то такие вещи. Это всё ваше, по идее, должно быть, да? Арбон. Сейчас показывает то, что ты сказал. Человек горит, и от него такие идут. Вибрации, которые они стоят и кушают рядом. Ужасы, страха вокруг. Боли. Те, кто это смотрит. То есть они питаются всем этим. Арбон, если мы уже так доверительно общаемся. Я тебе пообещал, Лярву это получишь. Скажи мне, пожалуйста, у меня ещё пока один вопрос. И дальше мы пойдём потом поговорим. У меня вопрос такого плана. Что случается с чёрными ведьмами? Вернее, чёрная магия. Те, которые здесь, на земле, призывают вас для того, чтобы уничтожить кого-то, забрать у него жизненную энергию. И так далее, и так далее. Я понимаю, они заключают с вами контракт. Меня интересуют условия контракта. И что, куда они идут после своей кончины на земле. Наши вибрации. Но не все из них. Вы даёте очень широкое понятие ведьмам. Например, травникам. Людям, которые работают с природой и природой. Арбон, я понимаю. Со стихиями. Со стихиями. Вы все называете ведьмами. Нет, я не путаю как раз именно тех, кто работает с травами, тех, кто работает со стихиями. Это здесь решаемо намерение. Ты же сам знаешь. То есть, если намерения хорошие, то и травы пойдут в пользу. Если шаман работает со стихиями, и идёт дождь, тогда, когда везде засуха, то это для нас хорошее дело. Я имел в виду другие. У меня часто попадаются чёрные ведьмы. Например, сосед сверху посылает сущий вниз квартиру, посылает подключки, высасывает жизненную энергию у одной женщины. Потому что у неё знакомая, которая больна какой-то болезнью, и она там умирает. И они хотят этой чужой энергии подпитать, чтобы она жила как можно больше. Всё это делается на фоне заклинаний, призывов к демону, к таким сущностям. Я вытаскивал из её квартиры очень много сущностей. Разговаривал с демоном, который там наверху сидит. Но он неохотно разговаривал, потому что он со мной напрямую не имеет никакого отношения. И поэтому я хотел у тебя спросить, как в этой связи именно с этими людьми, если их так можно назвать. Они уже внизу. Они уже внизу. Да. И что происходит с момента, как они пришли туда? Они ожидают от вас наград. Чего угодно. Власти. Я не знаю. Что вы им обещали. И что вы им обещаете. И что вы им даёте. Вот это мне. Я же тебе уже это сказал. Они не там и не там. Строят у себя плохих. А оказывается там превращаются в святош. Ваши там не обманешь на вашей территории, святош. Понятно. Всё. Благодарю тебя. Лучше уже тогда, как ты первородный, чем вот таким вот извергом, как вот это с земли приходят к вам. То действительно, к вам они заслуженно идут, потому что и людьми их назвать трудно. Хорошо. Благодарю тебя, Арбон. Переходим дальше. Нам надо работать. И переходим к процедуре реверса. Энергии. Я даю сейчас команду тонкой копии Павла спроецировать все энергетические сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низковибрационную энергию в его биополе. Один, два, три. Начали выстраиваться каналы. Сущности. Каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение чужеродной патогенной низковибрационной энергии. Откат всех негативных программ негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам. Чужеродная по отношению к Павлу. Энергии страха, неуверенности отдаем. Энергии всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Хорошо, я хотел спросить у Спрута. Спрут, когда ты зашел в тело? Как долго ты сидишь в биополе? Почти 6 лет, 5-6 лет. А какая была ситуация, когда ты подселился? Это довольно долгий срок, 5-6 лет. Мне почему-то показывает дорога заснеженная, пурга какая-то, машина на машине. Наверняка Павел вспомнит такой момент, когда он замерзал. Мы уже не первый раз слышим, когда Спрут приходит. А я не знаю, или Спрут прогреться, залез к нему, или Павел замерз. Павел замерзал, а Спрут залез к нему. Потому что там, где Спрут, находится там по-любому совсем не жарко. Хорошо, дракон, шутник. Будешь еще мимикрировать или будем общаться? Общение. Согласен, хорошо. Ты получил сильный удар, и не потому, что я имею что-то против тебя, а потому, что ты не проявился, и даже находясь в клетке, пытался меня обмануть. Поэтому не обессудь, я тебе сильно больно не сделал. Я тебя хотел спросить, когда ты подключился к этому телу, и как долго ты в нем сидишь? Последние девять лет, но я не причиняю вреда. Ну ты же энергию берешь? Тихо присутствую здесь. Дракон, ну тихо присутствую, ты все равно должен питаться. Я же сейчас вижу эту энергию, которая идет по каналам, и Вера ее видит. Мы сейчас увидим энергию, которую ты забрал, пойдут цвета назад. Ты сидел, по-моему, в двух чакрах. Я синхронизировался с синий. Только не говори мне, что ты приносил человеку пользу. Я тебя прошу. Мы уже такие истории слышали о драконах. Лучше со мной воспринимай нас серьезно. С третьим глазом он синхронизировался. С третьим глазом. С тени чакры. И чакры-то и не было. И какие картинки ты ему показывал? Учились друг у друга. Ну ладно, учились. Ты ему показывал картинки, которые остались в твоей памяти. Я же все прекрасно вижу и знаю. Давай я хочу от тебя это услышать. Какие ты ему образы трансферировал? Это было сперва. А потом я больше у него брал информацию о земле. А какая тебе информация о земле может дать Павел? Вот скажи мне. Какую информацию ты не можешь получить о земле? Если ты в состоянии в Павла вселиться, а он не в состоянии вселиться в тебя. Какую информацию ты не можешь добыть? Скажи мне вот сейчас. Мне просто уже интересно. Что значит быть человеком? Ваши интересы. Ты хочешь сказать, что ты к интеллектуалам относишься, драконам? Мы встречали и таких. С книжечкой, в очках. Вот они интересовались как раз. Это наша раса. Нашей литературой интересовались, нашей культурой, нашими языками. Тоже говорили, что они особо не вредили. И то, что они говорили, что они находились здесь для того, чтобы познать нашу расу, как мы думаем. Как мы размышляем, почему мы поступаем так и так. Мы собираем информацию. Это так с вашей планетой я общался тогда, получается, с этим, с драконом синим. Такие в красных есть. Такое, наверное, есть у каждого дракона, правильно? Мы собираем информацию в нашу биофекцию. Понятно. И какую-то информацию конкретно с Павла мог собрать. Вот мне чисто интересно. Павловеческая жизнь и взросление. Ты чему-то научился за этот срок, который ты находился в нем? Какие-то новые знания получил? Ну да. Я получил много информации. Это какая самая ценная информация? О жизни человека. Хорошо. Самая ценная информация, которая тебя удивила. Вот именно удивила. То, что ты не знал и не догадывался. Ваша жизнь как один день. Вы тратите свою жизнь. Абсолютно верно. На одни и те же вещи. Каждый день. Ты же понимаешь, человеку пока неизвестно, вернее, не всем известно, не все проснулись, не все знают свои собственные силы и не знают, кто они прежде. Ты, который 805 уровень, по человеческим годам больше 800 лет или сколько? Верно так. Ну вот скажи, за 800 лет ты же видел полностью развитие нашего человечества. Вот какую ты дал бы лично свою оценку? У вас одни и те же желания на протяжении всех этих лет. Материальные, да? Материальные. Вкусно кушать и пить женщины. Согласен. Поэтому абсолютно тебя ни в чем не упрекают, что ты зашел и покушал энергией. Потому что таких нас 99,9 в периоде процентов. Я неправильно сказала женщины. Скорее всего, похоть. Похоть. Ну, за похоть вот ответственный товарищ стоит рядом. И демон, и инкуб, и суккуб с удовольствием на эти энергии откликаются. Я все понимаю. Я был в мужчине, поэтому говорю женщине. Я понял. Хорошо, ладно. Это же не многих лет, тысяч лет. Ваши желания остаются теми же. Это печально, действительно печально. Я тебя могу это подтвердить. Что бы ты сделал на нашем месте, если бы ты сегодня на завтра стал человеком? Вот ты бы стал Павлом. Вот скажи мне. Но ты не сможешь больше летать. Ты находишься в физическом теле. Как бы ты свою жизнь построил? Я бы нашел способ летать. Безусловно. Согласен. Если бы ты... Ты же летаешь? Я летаю. Хорошо. Но у меня память вернулась. А если бы тебе память стерли, потому что всем людям стирает память. Сейчас уже нет. Сейчас уже нет. Согласен. Да. Последние поколения пошли, они помнят последние эти. Это верно. Хорошо. Как бы ты построил свою жизнь? Кем бы ты был? Я могу представить такое. Вот видишь? А это, в принципе, такой простой вопрос. Вот если бы ты мог сегодня, на завтра, скажем, завтра ты становишься человеком, рождаясь на земле, ты научился бы все равно летать на земле, но ты... Может быть, путешественник? Ну, путешествия, путешествия, это большие деньги. Вот. Кроме того, ты знаешь, наше общество построено по совсем другим законам. Оно довольно жесткое. Оно очень несправедливое к тем, кто иначе думает. И имеет какие-то способности. Например, если бы увидели тебя, что ты летать можешь, можешь быть уверен, что тебе здесь... Очень трудная жизнь у вас. Вы связаны по рукам и ногам, общественным мнением и обязанностями. Согласен. Но все равно у нас остается свободный разум, свободная воля излияния и свобода выбора. То есть не все становятся рабами этой системы. Не все становятся рабами средств массовой информации, которые посылают нам на 99% ложь. Манипулируют нас покупать эти вещи. У вашей свободы выбора есть определенные границы. Согласен. Но настолько, насколько вам позволено. Согласен. Хорошо. И последний вопрос. Благодарю тебя за ответы. Очень было хорошо сформулировано с твоей стороны. Видно, что интеллект встречал и других драконов, которые только драться лезли. Меня интересует такой вопрос. Твое личное мнение по поводу этих прививок, которые сейчас проходят на Земле против этой болезни, которая называется COVID-19. Разговоров много, но ничего не исследовано до конца. Эти прививки сами по себе кто-нибудь исследовал вообще из ваших миров? У вас есть у них информация какая-то? Нет. У нас нет прививок. У вас нет прививок. Понятно. У нас есть печати, но они несут другую смысловую нагрузку. Конечно. Согласен. Благодарю тебя за этот обстоятельный разговор. Хорошо. Вера, как у нас реверс? Закончился? Хорошо. И устанавливается фильтр с золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса. Павел забирает чистую, светлую, божественную энергию обратно. Пошла энергия божественная, чистая. Один, два, три. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли до последней капли, возвращает Павел себе обратно. Он хозяин своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Хорошо. Значит, у нас вопрос этот есть. И дракон еще забыл спросить, как долго ты сидел в этом теле? Я же сказал, около десяти лет. Все-таки десять лет. Хорошо. Арахноид, у меня вопрос к тебе, как долго ты сидел в этом теле? И когда ты зашел? Два лет. Два года. Хорошо. Ну все. Наблюдаем за реверсом, ждем окончания. Скажи, дракон, если бы у тебя была возможность пожелать себе какое-то качество, которое есть только у людей, что бы ты себе пожелал? Доброта. У вас этого нет в ваших мирах? В основном нет. Понятно. Есть похожие качества, но не настолько. Ну доброта это же самое, это энергия Отца, это энергия Творца. Абсолюта. Ваша доброта доводит до самопожертвования. Это верно. Люди бросаются в реку, когда видят кто-то тонет, и причем сами не умеют плавать. Это действительно так. Ты прав. Это удивляет. Удивляет вас, да? А еще что вас удивляет? Голупость. Согласен, согласен. У нас этого действительно много. Особенно, когда люди выпивают алкоголь. Отдали энергии. Хорошо, благодарю. Все. Я обращаюсь ко всем присутствующим. Прошу не портить этот вечер. Мы очень мило общаемся. Поэтому после того, как я проведу проверку, сейчас вы берете все, я дам команду, после этого я проведу проверку. И как мы закончим проверку, никто ничего не оставил. Я каждого отпускаю на его чистоту после того, как он мне пообещает, что он больше в это тело не придет, потому что мы будем его теперь регулярно проверять. Я прошу к этому серьезно отнестись. И я прошу теперь всех выйти и взять, вытащить все, что они оставили в биополе. Павла, приступайте. Как закончите, доложите. Кто что снимает, Вера? Бес, кто у нас, демон снимает, какие-то как повязки с ног, что-то, качели какие-то. Он любит там сидеть, качаться и медитировать. Он снимает, яйца выкатывает. Арахноид? Да. А что эта птица делает? Она в клетке или что-то там она оставила? Сняла что-то, было на первое пошло. Хорошо, демон, я обращаюсь к тебе, если ты уже там рядом стоишь, можешь сразу забрать лярву. Я тебе разрешаю. Только все забирай. Да, она и покушала. Молодец, хороший аппетит. Забрали все. Хорошо, все готовы к проверке? Готовы. Никто ничего не забыл? Все забрали. Хорошо, и я включаю скэнер, и скэнер на счет 3 начинает сканировать. Павла, проявляя все необнаруженные присадки импланты, видно, если что-то чужеродное находится в его биополе. Павла, красное пятно какое-то на всем теле. Или это его собственное? Это его. И это красное пятно выходит сейчас, силами его намерения, из его биополе, и зависает, формируется в красный шар. Один, два, три. Это какие-то нервные переживания. Все выходит. Именно нервные идет слово нерв. Понял. До последнего микрона все выходит из его тела. Формируется в красный шар, наматывается, накручивается, зависает в воздухе. Он как воспламеняется очень быстро, что ли. Взрывается. Готовы. Хорошо. И отправляю этот шар демону в клетку. Один, два, три. Можешь тоже забрать. Не ожидал. Не ожидал. Ну а что? Хорошо. Приятно общаешься. Почему мне тебя не сделать приятно? Все. Хорошо. Мы все закончили. Сейчас мы проведем отстегивание каналов. И давай я подойду к Павлу. Кладу ему руки на плечо. И своей энергией блокирую все каналы. Концентрирую свою энергию. И сжигаю все каналы мощным ударом шока импульса. В пятьсот тысяч герц. Один, два, три. Удар. Готово. Все каналы отстегнулись. Хорошо. Все. И открывается портал в галактическое ядро. Один, два, три. Все каналы улетают в галактическое ядро на переработку. Чистую первичную энергию. Закрывай, печатай, растворяй. Есть. Хорошо. Все. Подходим к демону. Демон готов уходить? Готов. Хорошо. Арбон, я тебя прошу, пожалуйста, не приходи больше в это тело. Я буду его регулярно проверять. И поэтому найди себе новое обиталище. Договорились? Все, что мне нужно было, я забрал. Мне он неинтересен. Ну вот и отлично. Все. Открывается внизу портал на частоте демона. Один, два, три против часовой стрелки. И он уходит на свою частоту безболезненно. И закрывай, печатай, растворяй. И ставь огненную пентаграмму. О. Хорошо. А сущий-то осталось? Да. И открывается портал на частоте сущий. Сущий уходит на свою частоту. Вниз и забывай дорогу назад. Один, два, три. Готов. Хорошо. Спрут готов уходить? Спрут готов. Больше не приходи, пожалуйста, в это тело. Я буду его проверять. Никакими присосками сейчас не кидаю, потому что я могу наказать. Мы знаем все ваши фокусы. Поэтому открывается наверху портал против часовой стрелки. Один, два, три. И спрут уходит со всем, что он принес на свою частоту. Забывай дорогу назад. Закрывай, печатай. Растворяй. Есть. Арахноид готов уходить? Да. Хорошо. Не приходи больше. Открывается наверху портал против часовой стрелки. Один, два, три. Арахноид уходит на свою частоту. И забывай дорогу назад. Есть. Хорошо. Дракон, мне приятно было с тобой сегодня пообщаться. Ты интересные вещи рассказывал. Видно, что действительно у тебя за 800 лет хороший опыт насобирался. И, конечно, да. Классно, конечно, летать уметь. Могу только подтвердить. Было приятно с тобой общаться. Хорошо. Я тебя прошу больше не приходи, пожалуйста, в это тело. Мы будем его проверять. Найди себе новое обиталище. Ты наверняка сможешь его со своим интеллектом найти и безболезненно существовать дальше. Есть все-таки умные люди на Земле, которые тебе могут дать такую энергетику, такую информацию, которую ты так искал. В библиотеку зайди, почитай. Хорошо? С твоим добрым намерением полечу искать. Хорошо. И готов уходить? Да. Хорошо. Открывается наверху портал на частоте синего дракона. 1, 2, 3. И он уходит безболезненно на свою частоту и забывает дорогу назад. 1, 2, 3. Закрывая, печатая, растворяя. Готова. Хорошо. Все. Готова. Хорошо. Мы спрашиваем тонкую копию Павла. Как он себя чувствует сейчас? Отлично. Он, знаешь, он гармонизировался, когда он как в позу йога сел и как в своем спокойствии, что ли, сказать. Очень хорошо. Все. Мы закончили чистку и будем возвращать тонкую копию Павла в систему Биоробот Душа. И для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Павла в систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем его к каждому внутреннему органу, каждой клеточке, извилинке головного мозга. Идет стопроцентная синхронизация вибраций энергии между физическим телом и энергетическими тонкими телами. Значит, ну вот он говорит, что эти контракты и Грегоры дергали меня как за ниточки, а сейчас я хочу в своем спокойствии побыть. У тебя будет достаточно времени, Павел. Готово. И отключайся от объекта и перемещайся в свою комнату диагностики. Один, два, три. Да, я здесь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok